Сегодня состоялась 19-я сессия Ассамблеи народа Казахстана Жамбулской области. Она прошла под девизом «Независимость Казахстана – 25 лет согласия и единства». Ассамблея народа Казахстана стала важным элементом политической системы страны, скрепившим интересы всех этносов, обеспечивающим неукоснительное соблюдение прав и свобод граждан, независимо от их национальной принадлежности. И сегодня представители всех 26 этнокультурных объединений в очередной раз подвели итоги своей работы и наметили задачи на будущее. Усилиями всех этносов за 25 лет независимости страны Жамбулская область достигла немалого. Валовый региональный продукт за эти годы вырос в 94 раза. Объём производства промышленной продукции вырос в 2,5 раза. Построено 136 объектов образования, 162 здравоохранения, 302 спортивных объекта. К 25-летнему юбилею мы пришли 49 реализованными инвестиционными проектами на сумму 173 миллиарда тенге, созданной свыше 6 тысяч новых рабочих мест. Нынешний год – это 25-летний юбилей единства и созидания. Год, в котором каждый гражданин должен заново осмыслить и оценить пройденный путь своей страны к суверенитету, отметил глава региона. Этнокультурные объединения сыграли немаловажную роль в сохранении стабильности в области. Их представители в составе информационных групп продвигают государственную политику в массы. За последние пять лет в рамках госзаказа на социальные проекты по укреплению межэтнических и межконфессиональных отношений выделено свыше 44 миллионов тенге, реализовано 25 социальных проектов. Как и в других районах области действует этнокультурное объединение. Это турецкое, азербайджанское, корейское, карачаево-балкарское, узбекское, уйгурское, немецкое, еврейское и славянское, которым я руковожу уже несколько лет. Все они решают главные задачи, поставленные президентом страны перед казахстанцами, укрепляют мир и согласие в нашем общем доме. Наше этнокультурное объединение в последнее время ведёт активную работу, которую привлекает людей разного возраста. В завершении мероприятия за укрепление единства народа, сохранение мира и согласия и вклад в развитие общественной и духовной культуры Аким области вручил медали БРЛЕК Ассамблеи народа Казахстана, а также почётные грамоты. «Надо из жизни строить мечту, а из мечты – действительность», – напомнил Карим Кокрикбаев напоследок собравшимся в зале на путственные слова Ельбасы. Ведь успех любого государства зависит от сплочённости и единства народа.